И ежегодный рейтинг самых счастливых стран украинцы встречают с несчастным лицом. За последний год наша страна опустилась на 9 позиций и заняла 132 место из 155. Нашими соседями стали страны третьего мира Ганна и Уганда. Любопытно, что за последние 5 лет Украина опустилась на целых 45 позиций и безнадежно отстала от наших ближайших соседей. Россия находится на 49 месте, Молдова на 56 и Беларусь расположилась на 67 месте. Замыкают рейтинг королевства Бурундия и Центрально-Африканская Республика. Но возглавляют его скандинавские страны. Самыми счастливыми себя считают норвежцы. Также неплохо себя чувствуют жители Дании и Исландии. Тоже скандинавская Финляндия на 5 месте в рейтинге счастья, а на 4 беззаботные швейцарцы. В первой десятке уверенно себя чувствуют также Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Почему счастье украинцев столь стремительно уступает место несчастью, нетрудно догадаться. Исследования базируются на нескольких бесспорных критериях. Прежде всего самоощущение населения ухудшается из-за вооруженного конфликта на Донбассе, негативной экономической ситуации и обнищания населения. Из субъективных критериев худшими оказались показатели свободы жизненного выбора и восприятия коррупции. Дело в том, что после резкого падения в 2014-2015 годах экономика Украины восстанавливается весьма слабо. ВВП на душу населения остается крайне низким, всего 20% от среднего показателя по всему Евросоюзу и самым низким показателем среди стран Центральной и Восточной Европы. В прошлом году ВВП на душу населения в Украине составил 8305 долларов США, в Беларуси 18 тысяч, к примеру, а в России того больше 26,5 и Польша почти 28 тысяч. За последние три года произошло беспрецедентное обеднение населения. Согласно докладу программы развития ООН, сегодня в Украине за чертой бедности оказались более 60% граждан. Треть опрошенных указали, что денег им хватает только на продукты питания, а для почти 9% опрошенных денег не хватает даже на еду. Таким образом, Украина ворвалась в первую тридцатку самых несчастных стран в мире и тенденция эта, судя по всему, пока неутешительная.